Я родился там, я знаю все это. Я знаю, что все эти годы отторжения, это была насильственная укранизация. Это Севастополь. Мы смотрели и просто оплакали. А ветераны, люди, там весь народ, это единое целое, это двух мнений быть не может. Там все за Россию. Там какие-то, может, единицы есть, но это единицы наносные. Из Украины попали или как-то. А кто родился в эти годы, им навязывалась реклама, что мы украинцы, наша нация, мы украинцы, мы живем, у нас будущее отлично. Мы идем в Европу. Вот они. А Россия, а это агрессор. Там вот такие вот мнения были. Но несмотря на это, несмотря на жесткую вот эту 20-летнюю более осаду Крыма, люди остались верны. Они всегда мечтали вернуться в Россию. И в Крыму был черный день, когда Ельцин издал указ свой, а расписался, что все, последняя сдача, что больше невозможно. А Путин, он надежду дал, радость, а воодушевление великое люди ликуют, радуются. А Крым ликует, а Феодосия, а Керчь. Это просто город, где моральный климат настолько высок. А как будто сейчас окончилась война, а Великое Отечественное, а так там чтут ветеранов от Керчи. А Севастополь, это могучий, мужественный город. И из Киева постоянно навязывали каких-то вот аварягов. И они там управляли, рулили, вызывали гневное недовольство людей. И вот это вот, вечно вот эти были, в общем, это великолепно, что Путин мужественной рукой объединил Россию.